пару слов о себе я реально тот человек который строит своими руками сейчас дал дал это очень горячий тренд на западе хочу чтобы вы прочитали этот слайд пока я расскажу о том что сейчас происходит в лиссабоне там тоже происходит много крипто конференции я совсем недавно оттуда вернулся и могу сказать что самой основной темой вокруг которой все было построено там является дау децентрализованные автономные организации это тот тренд который действительно меняет мировосприятие и парадигму взаимодействия нас реальных людей с какими-либо компаниями с нашим отношением к работодателю к работа трудоустройству и так далее то что сейчас очень актуально для нас крипте для людей которые любят свободу и хотят эту свободу получать здесь сейчас в любое время чтобы она ничем не была ограничена не очень хорошо видно если можно добавьте пожалуйста яркости я еще раз вернусь к тому что мы переходим сейчас от веб-2 до веб-3 я думаю что всем зале здесь знакомы такие понятия как веб-2 и веб-3 и дау децентрализованной автономной организации они больше не о том как мы будем себя самостоятельно позиционировать а больше о том какой кредибилити какое доверие комьюнити мы будем строить формируя децентрализованную автономную организацию ребят пожалуйста можно настроить яркость реально вообще не видно ничего для того чтобы объяснить вам что такое дау как бы на пальцах скажем так я прибегнул такому такой аллегории когда у это как книжный клуб книжный клуб который объединяет читателей по каким-то интересам читателей которые читают определенную литературу романы жанры но при всем при этом в дао есть еще две ранее для нас незнакомые особенности это совместное управление фондами что очень важно то есть у нас есть общая сокровищница и эта сокровищница не может ни в коем случае быть использована каким-то одним человеком никто не будет принимать решение о том куда использовать средства на развитие этого проекта только с помощью таких инструментов как мультисигволы ты на основе какого-то консенсуса заложенного туда то есть не определяя определенное количество подписей которые необходимы для подписания транзакций таким образом в децентрализованной автономной организации принимаются решения на управление фондами а также одна из очень интересных и важных фич дао это voting governance это управление то чего нам в принципе в реальной жизни так всем не хватает да мы всегда за то чтобы мы были услышаны мы хотим чтобы наш голос был решающим в принятии какого-то решения и именно дао ломают эту парадигму централизованных принятия решения и дают возможность каждому человеку поддерживающий этот проект продукт принимать там решения независимости от того какую сторону он принимает еще интересными особенностями дауна которые хотелось обратить бы внимание которые меняют парадигму взаимодействия людей с трудоустройством например да является то что мы как люди хотели бы работать там где нам удобно хотели бы выполнять ту работу которая нам удобно хотели бы делать это кому-то находясь из дома удобно это делать кому-то удобно делать это из офиса дао позволяют в разрезе трудоустройства именно так и поступать для нас то есть мы можем принимать участие в нескольких дао мы всегда будем открыты по поводу той информации которая там происходит как бы и у нас никогда не будет никакого менеджера мы будем контрибьютить и приносить какую-то пользу этому проекту на том уровне где мы специалисты то что мы умеем делать и в ответ взамен проект комьюнити будет оценивать нас и давать нам оплаты оплаты которая будет визуализироваться в виде каких-то денежных средств в виде этого же appreciation от комьюнити ребят это ментальная модель которой мы должны перейти да то есть вот мы сейчас видим на этом слайде стандартную организационную систему структуры какой-то где есть генеральный директор есть есть директор операционный финансовый директор есть сотрудники менеджеры отдела и так далее к тому что дау в принципе очень сильно похоже на схему распространения вируса мы все в дау равны обладаем одинаковыми правами возможностями разными способностями но за эти способности как раз таки мы сами друг друга и будем оценивать также хочу сказать что при построении дау то что вот я сейчас делаю я считаю что дау не может должно иметь свой какой-то жизненный цикл потому что дау объединяет нас с помощью какой-то идеи с помощью наших общих целей и поэтому когда мы достигаем выполнения этих целей возможно нам стоит прекращать это дау а возможно наши дау будет существовать вечно то есть мы как та звезда у которой есть жизненный цикл загорелись и светим долго и ярко либо наше время и стекло и мы переходим другое дау ну одного слайда нету к сожалению хотелось бы также отметить друзья что то что я сейчас об этом все говорил это более визионерское видео но на практике все происходит таким образом что мы используем определенные тулы и фреймворки для реализации идей дао одним из них являются как я уже говорил мультисиг волеты да то есть для управления финансами мы должны будем оперировать и уметь подписывать транзакции с помощью мультисиг болотов другими элементами являются peer-to-peer тулы для оценки вашего вклада в развитие дао ярким примером может быть кардинейп например такой инструмент который лично я использую когда ваш вклад в развитие нашего проекта оценивается не конкретно каким-то одним человеком да и не например генеральным директором там или мной как и основателям этого дао а оценивается всеми кто принимает участие в этом дао то есть это видно на этой схеме что вот эти вот круги это за этим каждым кругом спрятана какая-то личность которая смотрит на то а то есть какой-то условно андрей сергей петр сделал вот это вот это для проекта действительно это то что нам нужно было сделать я ставлю ему какие-то плюсики то есть добавляя ему кредибилити которая впоследствии конечно будет выражаться уже в денежном эквиваленте другая набор тулов которые используют для построения дао это так называемые фреймворки одним из самых удобных на данный этап лично для меня для построения является арагон потому что мы уже деплоили его в нашем майонете и такие фреймворки позволяют вам полностью автоматизировать ваши дао и сделать таким образом что протокол который там используется на уровне кода дает возможность вам взаимодействовать с ним и никакая сторонняя личность допустим да никакого миддлмена не будет в вашей возможности взаимодействовать с этим проектом